Вот, значит, мы с вами сегодня проводим совершенно бесплатный, немножко рекламный вебинар, да, который посвящается вопросу шрифтов. На сайте специалиста там у него указано достаточно длинное название, да, но я думаю, что будет разумно просто обозначить его тему, как шрифты вообще, в самом широком смысле. Я подозреваю, у меня нет, вот как раз то, что я уже успел сказать, нет ясного понимания, да, с какой точки зрения, собственно, всех пришедших и тех, кто еще придет, проблемы шрифтов волнуют. То есть, или с точки зрения дизайнера, дизайна, как вот меня, например, да, для меня, понятно, эта тема такая близкая, родная, я занимаюсь там каллиграфией, понятно, что для дизайнера важно ориентироваться в шрифтах. Или есть такой второй, более утилитарный подход, когда речь заходит о том, что какие-то там шрифты в системе не устанавливаются, почему они пишут там нерусскими буквами, да, или как сделать, почему там вместо шрифтов квадратики какие-то, получается, что за ерунда. Да, то есть, такие нормальные, простые, житейские вопросы для того, чтобы эти вопросы возникли, в общем, не обязательно быть дизайнером, достаточно быть просто заинтересованным человеком. Вот, поэтому, это я, собственно, к чему говорю? Потому что, как только вопросы какие возникнут, вы их прямо задавайте, да, мы их, собственно, с вами и обсудим, потому что у меня есть некоторое такое общее, да, что называется, понимание, представление о том, что рассказать. А уж конкретику мы с вами наполним любую, у нас, в общем, достаточно времени, чтобы поговорить на всякие интересные темы. Поэтому, в общем, вот оно, наше название, шрифты на компьютере, так мы все это назовем. И в эту такую широкую тему будет попадать много-много разных вопросов, которые, мне кажется, могут быть всем нам интересны. Значит, это обо мне. Меня зовут Красновский фамилия, соответственно, Дмитрий Валерьевич, да, я здесь специалисты преподаю разные-разные вещи, касающиеся и фотографии, и дизайна, и рекламы, и фотошопов, и других программ, ну, в общем, всего, что имеет отношение к изображению. И фотографии, и видеосъемки, в общем, это все, так сказать, мои близкие мне вещи. Занимаюсь этим всем уже много-много лет. Вот, и поэтому все это оказывается в сфере моих близких интересов. Значит, давайте сразу условимся, в данном случае я обращаюсь к уважаемым вебинаристам. Бывают вопросы, да, когда что-нибудь хочется показать, что-нибудь хочется обсудить. Примеры каких-нибудь там, да, странных проблем, там, скриншоты, ну, мало ли что. Значит, соответственно, чтобы... Ага, Анна, спасибо за вопрос. Я надеюсь, что мы это с вами проясним как раз. В общем, вот это вот мой e-mail. Если у кого-то вот будут какие-то, так сказать, изобразительные материалы, да, которые хочется обсудить, то вы их прямо мне на e-mail присылайте. Единственное, что попрошу прямо сейчас в процессе вебинара, если будете присылать, мне прямо сразу сообщайте, да, чтобы я открыл почту и, соответственно, знал, что у меня там есть некие материальчики. Ну, и на всякий случай я этот e-mail всегда всем даю. Его можно записать и не в связи с этим вебинаром, потому что, ну, мало ли какие-то возникают вопросы, связанные с обучением, куда пойти учиться, на кого пойти учиться, что на каком курсе изучается, да, когда тайная программа, да. Ну, в общем, я всегда рад ответить на любые вопросы. Это мой e-mail, это не робот никакой-нибудь там, вот. И мне, в общем, соответственно, можно писать. Я на все вопросы очень старательно отвечаю. То есть правда бывает, что не сразу, потому что, ну, работы много. Ну вот, так вот, собственно, давайте теперь обсудим, да, вот что я хотел бы вам рассказать. Вот, собственно, три большие группы, да, которые, вот, хотелось бы все-таки, так сказать, ну, прояснить, чтобы у всех у нас были какие-то одинаковые, более-менее, об этом представления. Понятно, что за 45 минут ног не расскажешь, но тем не менее. Значит, основный тип шрифтов. Почему это важно? Потому что, ну, потому что мне, как человек, который все время ходит по улицам, как все, и сталкивается с неправильным использованием шрифтов, это обидно. И мне кажется, что, пользуясь возможностью, я постараюсь вам кое-что про это рассказать. Чем они друг от друга отличаются, да, и как они все называются, чтобы вы могли в этом ориентироваться. Очень кратенько. Вторая ситуация – это как раз вот то, что касается проблем типичных. Да, и вот то, что Анна спросила, бывает, что какой-то шрифт не устанавливается, или другой при этом устанавливается, от чего это зависит, хочется понять. Ну, и да, вот, собственно-таки, подобного рода проблемки мы здесь сейчас с вами обсудим. И третий вопрос, ну, опять же, он тоже такой довольно специфичный. Это свойства и параметры шрифтового набора. То есть, какие там существуют буквы, в конце концов, мы все с вами, пусть даже не дизайнеры, а Word-ом-то пользуемся, да, и в Word-е там куча каких-то разных настроек, и в программах разных, да, это появляется. И просто, чтобы, ну, так минимально ориентироваться в том, что все это значит, и что от этого всего можно ожидать. Итак, сначала в двух словах про то, какие бывают шрифты, да, вот так сказать, ну, с исторической точки зрения. И еще раз я повторю, что я понимаю, что многие не дизайнеры, и утомлять вас всякими специфическими дизайнерскими вопросами я не буду, но минимальную какую-то ясность внести хочется. Итак, основные типы шрифтиков. Значит, у меня, видите, заблаговременно открыт Photoshop, и я даже не буду как-то элегантно, знаете, там пользоваться каким-то библиотеком, я вам прямо, так что называется, от руки нарисую. Значит, самый старый из известных типов шрифтов европейских. Итак, Елена, вижу ваш вопрос, отвечу обязательно, могу сразу сказать да. Отвечу поподробнее потом. Так вот, значит, один из самых старых типов шрифтов, которые существуют, это шрифты с так называемыми засечками. Шрифты с засечками – это те, у которых на концах буквок есть такие характерные, да, вот такие поперечинки. Самые старые вот эти вот шрифты с засечками, они были найдены на колонии императора Трояна в Риме, то есть это действительно очень такая старая форма шрифта. Ну, я думаю, все понимают, о чем идет речь, да, и, собственно, из самых известных шрифтов такого типа – это Times New Roman, который у нас на компьютере существует, правда? Это буковки, которые выглядят действительно вот так, у них есть довольно-таки, как правило, утолщенные, да, вот эти вот элементы. Соответственно, вот у них есть эти утолщения, они по определенным, естественно, принципам строятся. Но самое главное – это вот эти вот, да, поперечинки, которые все время возникают на каждой палочке, они где-то вот так вот примерно и выглядят, да. Повторю, это называются шрифты с засечками, вот эти маленькие элементики – это засечки. Дело в том, что эти засечки, они вообще возникли, как такой прообраз строчки, то есть когда-то, да, когда придумывали только буквы, на камне, там, например, древние римляне, да, они что делали? Они, естественно, выбивали сначала тоненькую строчку, процарапывали, потом в эту строчку вписывали буковки, а потом, чтобы не мучиться и не выбивать эти длинные-длинные строки, решили сделать остроумно, да, у каждой буковки просто как бы своя крошечная маленькая строчечка, да, для того, чтобы это все хорошо и красиво смотрелось. И, соответственно, вот это вот потом, это все выросло вот в эту идею этих самых засечек и стали, в общем, этим всем активом очень пользоваться, и пользовались, и пользуемся, собственно, да, и по сей день. Таких шрифтов очень много. Вторая разновидность шрифта, которая тоже часто довольно встречается – это шрифты, которые называются рубленные. Вот эти шрифты, засечки на которые, у них есть такое профессиональное название, которое называется антиквы. Да, ну, от слова антикварный, ну, в смысле, не от слова антикварный, а связанные однокоренной словом, да, то есть это шрифты, которые, действительно, имеют очень древнее происхождение. Соответственно, вторая разновидность шрифтов, которая называется рубленные шрифты, да, вот такие вот, такого типа, они на таком профессиональном языке, они называются гротески, гротеск, да, гротеск, ну, преувеличение, да, такая немножко, может быть, насмешка. Дело в том, что их так назвали в свое время, они стали активно использоваться где-то с 19 века, стали так называть именно потому, что они смотрелись очень странно, потому что до этого люди всегда использовали засечки, были уверены, что по-другому просто невозможно. Они хохотали до упаду, когда видели такие буквы без этих засечек, и им казалось, что это ужасно нелепо. Они придумали эти шрифты для того, чтобы писать крупные заголовки, да, это было остроумно. Большой заголовок, это же не текст, по которому нужно строчки рисовать, да, там, название книги, допустим, писали вот таким вот шрифтами. Это, в общем, действительно, казалось очень занятным. Почему я вам это рассказываю? Потому что до сих пор это такое, знаете, уже въевшееся в наше сознание представление, что шрифты, которые с засечками, они воспринимаются как более старые, они воспринимаются как более исторические. И, например, если вам нужно подобрать шрифт какому-нибудь серьезному, официальному, строгому документу, если вам нужно уж тем более напечатать какое-нибудь литературное произведение, классическое, то, очевидно, надо выбирать шрифты с засечками, потому что они визуально для этого лучше подходят, лучше воспринимаются. Есть много специальных книжных шрифтов, в которых печатается академическая литература, да, и вот, собственно, для них это все очень хорошо годится. А шрифты рубленные, да, которые гротеские, они воспринимаются как более новые, более современные. И поэтому они ассоциированы с чем-то более модным, более прогрессивным. Вот если откроете какую-нибудь газету, особенно из таких, не литературную, например, газету, а какой-нибудь типа там МК, знаете, такие, ну, новые, там, Коммерсант. Вот увидите, они все сделаны вот именно этим рубленным шрифтом. Присмотритесь к логотипам, например, и вы увидите, что во всех логотипах, которые претендуют на, знаете, наследие старых добрых традиций, такое вот что-нибудь, в них используется шрифт с засечками. Те компании, которые претендуют на новизну, на современность, да, наследие там моди, у них все шрифты рубленные. То есть это прям такое устойчивое совершенно представление, устойчивый такой стереотип, которым можно и нужно пользоваться. Кроме этого, еще можно выделить, это такая условная достаточно классификация, ну, в общем, называется, да, для начинающих. Существует еще и третий шрифт, который условно можно назвать рукописными шрифтами. Ну, как вы понимаете, это те, в которых, да, встречаются вот такие вот всякие, да, красивые буковки. И понятно, что таких шрифтов очень много. Я даже не буду вам все эти вот называть профессиональные терминологии, да, как это все называется. Но смысл, я думаю, понятен. То есть это шрифты, которые имитируют действительно рукописные буковки. И хочу обратить ваше внимание, что в эту же группу попадает еще одна, ну, как бы подгруппа очень интересная, которая называется этнические шрифты, да. Ведь что такое шрифт, например, который имитирует, ну, иероглифы, например, японские. Ведь иероглиф – это же имитация ручного письма, правда? И поэтому, когда мы с вами создаем там надпись, там, какую-нибудь вот такую, да, которая якобы там сделана а-ля иероглифчики, то, конечно, это мы с вами тоже имитируем рукописное, как бы, да, такое псевдо-рукописное письмо. И поэтому к этому оно тоже имеет отношение к этой же фактически группе. Ну, и, наконец, четвертая группа. Дело в том, что, как во многих системах классификации, здесь тоже существует такая группа, которая, условно говоря, называется «все прочие шрифты». То есть все, что не влезает, все, что слишком оригинально и нестандартно, да, оно оказывается вот внутри этой четвертой группы. Ну, они, условно говоря, называются художественные шрифты, ну, потому что там, понятно, можно из бабочек там сделать, да, или там из горошков, ну, из чего угодно. То есть совершенно произвольные такие, да, там из досочек каких-нибудь сделать бугловки. Это все, в общем, относится вот к этой вот четвертой условной группе. Ну, это так вот, повторю, для начинающих просто, чтобы понимать, как это все устроено и работает. Теперь немножечко уже об истории компьютерных шрифтов. И вот это уже ближе к теме, о которой мы с вами говорим, и ближе к тем вопросам, которые у многих возникают. Когда-то на компьютерах существовали, то есть когда компьютеры только придумали, существовали так называемые растровые шрифты. Растровые шрифты – это довольно такая простая вещь, смысл, который сводится к тому, ну, все мы люди, мне кажется, продвинутые и понимаем, да, о чем идет речь. О том, что каждой буквой соответствует набор определенных точек. Это как на циферках метро, да, которые горят, ну, как во многих, да, там, табло. То есть вот это все, собственно, растровые, да, символы, растровые буквы, состоящие уже четко у количества точек. Они когда устанавливались на компьютере, соответственно, для каждого размера буквы существовал свой строгий вот этот отдельный файл. Если вам хотелось другой размер шрифта, там уже буквки, то есть точечки тоже по-другому должны были располагаться, нужно было устанавливать новый файл шрифта, что было чудовищно неудобно. Потом придумали векторные шрифты. Вектор – это вообще совершенно другая идея, да, это не вот из точек, когда стоит изображение, а из некоторой невидимой такой, да, виртуальной линии, да, которая как бы натянута, как проволока, да, между отдельными точками, и удобство такого изображения заключено в том, что мы же эти точки, между которыми это все натянуты, можем произвольно, да, сдвигать, перемещать с места на место, и у нас буква будет масштабироваться без потери качества. И вот это совершенно гениальная идея, легла в основу векторных шрифтов. Первые такие вот серьезные векторные шрифты разрабатывала компания Apple, вот, и она их называла TrueType. И, собственно, файлы, вот слушайте внимательно, те, кто задает вопросы, да, про то, что там чего-то оно не открывается, потому что вот сейчас я рассказываю то, что является объяснением, отчасти объяснением тех проблем, которые возникают. Значит, как выглядит вообще файл шрифта? Файл шрифта – это такая табличка, в которой 250, ну, изначально, тогда все времена это выглядел так, табличка, в которой 256 ячеечек, ни больше, ни меньше, и в любое место в этих ячейках можно, ну, так сказать, положить на хранение какой-то символ, да, и когда человек на клавиатуре нажимает на кнопочку, соответствующий символ выскакивает на экран, да, или там на распечатку. Просто у него в памяти хранится вот набор из вот этих точек. 256 – это очень большое число, то есть в него можно запихнуть, как вы понимаете, весь англоязычный алфавит, да, 26 символов, там, большие и маленькие буковки, там, да, 52 получается, плюс еще все русские 33 и большие и маленькие еще, да, получается 66, и плюс еще все цифры, и плюс еще все символы какие-то, возможно, и еще что-нибудь туда можно запихнуть, и все равно у нас, ну, хорошо, ну, там, ну, 180, ну, 200 получается, то есть запаса. Тогда казалось, что этого более чем достаточно и было очень удобно. Но тут вот какая возникает сразу тонкость. Дело в том, что сколько там будет символов, и будут ли там русские символы, зависит только от художника, от дизайнера шрифта. Поэтому ответ на первый вопрос, да, почему иногда шрифты бывают там русифицированы, а бывают нерусифицированы, да, английскими пишут, русскими не пишут. Ответ, собственно, очень прост, да, потому что это шрифт, который изначально художники не запроектировали как русскоязычный, да, и, соответственно, в нем есть только набор вот этих самых англоязычных символов, а остальные клетки просто пустые. Но так было раньше, так было изначально. Потом, собственно, появился новый способ записи шрифтов. На смену этим старым шрифтам, они, как я уже сказал, назывались TrueType, да, и у них у шрифтов самих было вот расширение, которое называлось TTF. Я думаю, многим такое на глаза попадалось, кто этой проблемой интересовался. Значит, соответственно, потом компания Adobe разработала новые шрифты, которые стали называться постскрипт-шрифтами, да. По скрипт-шрифты – это более прогрессивная технология. Этот язык по скрипт, на котором описывались эти шрифты, он был более прогрессивный и позволял качественнее это все описывать. И, соответственно, те шрифты, которые были вот эти новые по-скриптовски, они имели расширение PFFB и PFFM. Два файлика там было. PFFB один файлик прям назывался. Может быть, кому-нибудь когда-нибудь попадались такие, да, на глаза в компьютерах. А вторые назывались PFFM. Это были так называемые по-скрипт-шрифты. Вещь классная, крутецкая. Для того, чтобы ими управлять и чтобы они хорошо работали, требовались определенные специальные программы, типа там Type Manager. Ну, это неважно. В общем, они появились. И все было уже хорошо. Но возникла некая новая идея. Идея заключалась в том, что раньше, я до этих времен напомню, собственно, давно уже за компьютером, раньше проблема заключалась в том, что для каждого языка, помимо английского, нужны были свой набор шрифтов. То есть, допустим, у нас компьютер стоит российский, в смысле в России, да, у нас, соответственно, при установке Windows устанавливается английский, ну, как международный язык, плюс русский, да. Если мне пришло письмо, например, из Венгрии от моего друга, да, или там из Финляндии, где, как вы, наверное, догадываетесь, там свои, да, символы шрифта. И, соответственно, мне появлялось сообщение, как только я пытался это письмо открыть, что в вашем файле используется нестандартный, не русский, да, шрифт. Поэтому вставьте там диск, да, с вашим Windows, и я оттуда установлю новый, значит, шрифт. То есть, было очень неудобно, потому что для каждого языка, в общем, нужно было иметь свой отдельный, там, Times New Roman тоже, да, английский, там, венгерский, французский, шведский, какой угодно, да. Соответственно, эта проблема была очень большая и неудобная, но к этому времени у компьютеров появилась возможность обрабатывать шрифты с большим количеством ячеек. То есть, было уже их не 256, а целых 64 тысячи. 64 тысячи ячеек в одном шрифте. Посмотрите, какая куча. А раз такая куча, то, соответственно, стало очень логично в него, в один файл прямо запихнуть. И французский, да, и шведский, и венгерский, и русский, и финский, какой угодно язык, помимо английского, да. Ячеек-то больше. И такая идея стала называться Unicode, да. Unicode – это, как бы, действительно, идея, которая реализовалась очень давно. И это шрифты, в которых, действительно, уже не надо было переключать, да, с языка на язык, все влезало в один файл. Но возникла, вот тут, собственно, начинается еще одна проблема, и теперь еще внимательнее сложить те, у кого проблемы со шрифтами на компьютере. Эти шрифты Unicode, когда их создали, да, для них придумали расширение, вы не поверите, ТТФ. И это, собственно, положило начало путанице шрифтов. Смотрите, что появилось. В интернете появились новые шрифты, да, которые мы могли с вами благополучно использовать, но у них было старое разрешение, и они просто перемешались, понимаете. Новые компьютеры, которые отлично работали с новыми ТТФами, да, с этими Unicode, всем было приятно, и все радовались. Они, конечно же, не хотели, отказывались работать со старыми ТТФами. И вот отсюда возникала вот та же проблема, и я так смотрю по вопросам, уже, да, это тоже проблема возникает. А в систему он вроде бы-то его установил, да, и компьютер вроде бы не ругался, но, например, в том же Word или в какой-то другой программе его просто нет, и он не отображается, да. Причем скачал прекрасный, да, ну, как все нормальные люди. Идешь в Яндекс, говоришь, шрифты бесплатно скачать побольше, да, и побесплатнее. Ну, естественно, все нормальные люди. Начинаешь скачать, все хорошо, вот тебе показаны буквы. Их скачиваешь, а его нет. Скачиваешь еще, а его опять нет, да. 500 раз скачал, а только 15 видно. Часть видна, а часть не видно. Почему? Потому что 15, это как мы уже теперь с вами понимаем, это новое, да, ТТФ, а остальные старые, которые компьютер говорит, да, я не знаю, как с этими глупостями работать, да, все это гадости. Но это еще не все, потому что это половина проблемы. А еще одна часть продолжения этой проблемы заключалась вот в чем. Какое-то время назад появилась еще одна разновидность подобного рода шрифтов. Дело в том, что появилась совместная разработка разных компаний для так называемых кросс-платформенных шрифтов. Кросс-платформенные шрифты – это те, которые можно и на Mac, и на PC устанавливать. Ну, все знают, что есть два типа компьютера. Раньше они не дружили, а потом, когда компания Intel, да, стала разрабатывать новый процессор, оказалось, что их можно подружить. И стало можно, да, и то, и другое устанавливать прям буквально на один компьютер. И, соответственно, шрифты стало можно использовать одни и те же и для Mac, и для PC. И такой новый тип шрифтов ко всем прочим свойствам, он стал называться Open Type Font. Это новый стандарт, Open Type Font. И, соответственно, поскольку его разрабатывали несколько компаний, некоторые, которые подобросовестнее, они стали его называть, то есть дали ему этим новым шрифтам расширение OTF. Может быть, вам такое попадалось на глаза. А некоторые, которые менее добросовестные, ну, менее, может быть, такие, знаете, пунктуальные, да, в своих запросах, стали называть свои новые, совсем новые шрифты, вы не поверите опять, ТТФ. И здесь уже просто у компьютеров мозги совсем ум за разум-то зашел, да. То есть выяснилось, что теперь ТТФ, представляете, они бывают уже трех видов. Самые старые, да, которые, ну, куда же их из интернета-то не выкачаешь, они там и живут. Вот эти, которые поновее, но тоже TrueType, да, и, собственно, совсем новые OpenType, да, у которых тоже не часто, но бывает, да, соответственно, вот эти вот шрифты, да, тоже ТТФ. И, соответственно, новые программы, а программы сейчас, естественно, все быстро обновляются, да, и новый Office, и новые, я уж не говорю, там, все эти Photoshop, и там программы для верстки, они все распознают только вот этот новый TrueType. Поэтому старые программы, то есть старые шрифты, которые, может быть, даже на ваших старых компьютерах шли, на этих уже не идут. Просто категорически, в принципе. Программы их не видят. Анна, понимаете, да? Я просто вот говорю как раз о том, что многие шрифты просто не распознаются системой. Вот, так что вот такая вот история связана с, вот если так коротко, да, вот со всеми этими проблемами. Соответственно, что же делать-то? Скачивать? Я советую вам поступить следующим образом. Скачивать только шрифты ОТФ. Потому что это единственный гарантированный, да, вариант того, что этот шрифт точно совершенно читаемый, он точно совершенно корректный, и он будет адекватно восприниматься. То есть нужны шрифты, да, мало того, что ОТФ. Во-вторых, нужны шрифты, естественно, поддерживающие русский язык. Потому что, опять же, то, что он ОТФ, и то, что в него можно напихать много разных языков, совершенно не значит, что в них запихивают весь набор шрифтов, да. Я вам даже более того скажу. Дизайнеры очень часто делают набор шрифтов под какую-то конкретную надпись. Да, например, нужен логотип сделать. Вот я, например, как дизайнер, разработал какой-то красивый шрифт, да, который можно написать там название компании и ее слоган. Используем там, допустим, 15-20 символов. Остальные я просто вообще не использую. А кто-то взял его, выложил в интернет, и вот пошел дальше шрифт, да, в котором, например, такое иногда бывает, нет буквы ЙО. Видели наверняка, вместо буквы ЙО раз там квадратик получается. Почему? Потому что он просто не предусмотрен в этом шрифте. Все есть, а этого нет. И в связи с этим, кстати, я бы вам посоветовал, если уж вы, вам нужен для каких-то важных целей шрифт, да, восстановить, допустим, для использования там фирменной, да, что называется шрифт, я бы вам посоветовал использовать проверку всех буквок шрифта, ну, просто напечатать все по очереди буквы шрифта, чтобы убедиться в том, что они есть. И, может быть, вы даже знаете, что для англоязычной и для русскоязычной клавиатуры существуют две такие фразы специальные, да, которые используют профессиональные дизайнеры, ну, вообще, кто работает с шрифтами, для проверки буквок, да, по-русски эта фраза звучит так, съешь еще этих мягких французских булок, да, выпей чаю. Это фраза, в которой использованы все 33 буквы языка, да. Соответственно, хотите проверить шрифт, насколько он русскоязычный, печатайте эту фразу, да, причем, естественно, может, сначала маленьким не печатать, потом большим можно написать, и все, и вы гарантированно будете знать, да, есть в нем эти буквы есть или нет. А если вас интересует еще и англоязычная версия, знаете англоязычную фразу? Ну, русскоязычную, знаете, хорошо. Англоязычная фраза такая. The quick brown fox jump over the lazy dog. Без «д» только. Ну, в смысле понятно, да. Рыжая лиса прыгает, то есть коричневая лиса прыгает через лживую собаку. Но там тоже все, значит, символы английского языка используются. Вот такие вот хитрости существуют. Таким образом, да, значит, вот если говорить, отвечать на самые простые вопросы, я думаю, что сейчас уже у многих возникло некоторое понимание, да, почему так иначе происходит. К этому я вам добавлю еще одну очень важную вещь, что мы же с вами все пользуемся программами, выпущенными в разное время. Поэтому какие-то, допустим, да, я тоже можно по этому поводу переживать. Установлен там Word 2010 года, допустим, какую-нибудь линию его обновлять, да, и он со старыми там шрифтами ТТФ работает, а какая-нибудь новая программа, там, Верстки, да, или там новый офис, или там PowerPoint какой-нибудь, он не работает, потому что он уже на это не ориентирован, не адаптирован. Из-за этого происходит вот эта вот путаница, да, и каша со шрифтами. Конечно, здесь еще к этому всему добавляет неясности то, что, как вы, наверное, обращали внимание, с программами часто устанавливаются системные, так называемые, шрифты, да. Это куча шрифтов, которые вы вообще не просили, да, вот вы просто Windows вроде бы установили, а вас там, или вам установили, а у вас там куча вот этих служебных разных специальных шрифтов. И не надо на них вообще рассчитывать, потому что лезет ленивые, да, Алексей, он отлично будет знать, спасибо. На них не надо рассчитывать, потому что это системные шрифты, да, которые устанавливаются для той или иной специальной программы. И в этом смысле я вам рекомендую, если вот у вас есть задача действительно делать какие-то разные надписи, да, и писать тексты, я бы советовал вам сделать список своих собственных шрифтов, да, которыми вы будете пользоваться, да, и которые, как мне кажется, там, должны представлять для вас интерес. Я вам как дизайнер скажу, что главная ценность шрифтов – это не всякие экзотические, знаете, красивые с вензелями, с там, какие-нибудь готические шрифты. Готические легко найти в интернете бесплатных кучу, да, а вот главная ценность – это простые как раз шрифты. Там, прагматика, футурист, тот же там варианты какие-то, там Таймсу Неровну, там Бадони, да, там Лазурский, Балтика, то есть те шрифты, которым можно набирать большое количество текста, да, и которые будут хорошо читаться. И там штук 30-40 шрифтов таких достаточно для того, чтобы чувствовать совершенно себя полноценно, да, и чтобы у вас все отлично работало. Вот в целом какая история. Сейчас я немножечко поотвечаю про житейские вопросы. Бывает, что какой-то шрифт не устанавливается, другой шрифт при этом устанавливается. От чего это зависит, хочется понять. Ну вот, мне кажется, я ответил, да, на этот вопрос. Добрый вечер. Подскажите новичку программы по сбору, созданию шрифтов, помимо Glyps и FontLab. Существуют ли еще какие-то? Елена, я очень люблю программу, называется Fontographer. Может быть, вам попадалось на глаза. Программка классная, программка простая, и очень эффективно, на мой взгляд, работает. Я ее очень люблю. У нее такой хороший, интуитивно понятный, ну, не совсем, правда, интуитивно понятный, но если вы, что называется, в теме, да, то там вполне понятно, о чем идет речь. Фонтографер или фонтографер. Ну, в общем, понятно, фонд, да, в смысле, заниматься графикой. Вот, Анна, ну да, вот Аня и ответил, но уж раз был вопрос, я его зачитаю. Устанавливай шрифт, а потом выясняйте, что применяется только английский вариант, русских нет. Да, ну вот, собственно, я вот тоже рассказал, что делать в таком случае, искать другой вариант этого шрифта. Да, почему так происходит? Ну, вот, собственно, мы про это и обсудили, правда? Кстати, про Word, говорит Анна, другая Анна. Я букву в этом шрифте скопировала из интернета и вставила в Word. И она именно в этом шрифте и отображается. А упадающий список шрифтов этот шрифт не выбрать. Не выбрать, знаете почему? Потому что вы скопировали из интернета ведь не шрифт, а вы из интернета скопировали символ, отдельный символ, конкретного шрифта, и он вставился. Word просто умеет работать, он, естественно, это заточен на работу со шрифтами. Соответственно, чтобы он вставился, да, в выпадающий список шрифтов, надо скачать тот шрифт, да, который вы из интернета, соответственно, вот этот вот символ вытащите. То есть надо узнать, что это за шрифт, его в себе в систему установить, да, то есть скопировать в папку fonts, да, у вас есть такая папочка на компьютере, как у всех, и тогда все заработает, все заиграет. Вот такая вот история со шрифтами. Вроде бы все, я всем ответил, кто чего спрашивал, я просто хотел за оставшееся время чуть-чуть рассказать вот про то, собственно, что и собирался, да, про структуру шрифта, потому что это уже тоже требует мое, так сказать, мое ощущение миссии по несению света шрифтового искусства в массы. Я, собственно, вот что хотел рассказать, тоже, мне кажется, такие вещи полезны и неутомительны. Значит, во-первых, ну, мы все же с вами знаем, что, ну, или, может, не все, но, мне кажется, многие знают, что все шрифты имеют размеры, которые устанавливаются в некоторых пунктах, правда, ПТ, такая единица измерения существует, пункты – это типографская единица измерения. Один пункт, чтобы вас не путать, я могу так сказать примерно, что он равен высоте 0,37 мм, да, то есть примерно три пункта, там, ну, чуть меньше – это один миллиметр, да, соответственно, шесть пунктов – это, грубо говоря, 2 мм и так далее. 12 пунктов – это 4 мм, и дальше можно уже самостоятельно считать. Это первый. Второе, я хотел бы обратить ваше внимание, что величина шрифта определяется не по маленьким буковкам, как иногда кажется, да, а величина шрифта, вот если в профессиональной точке зрения, это высота от самых верхних выносных, ну, опять же, я вам как бы упрощенную идею рассказываю, да, от самых верхних выносных элементов до самых нижних выносных элементов, да, то есть вот отсюда, грубо говоря, и вот досюда, вот эта высота шрифта. Поэтому не удивляйтесь, да, если вы там выбираете, вроде бы, довольно большое количество этих самых пунктов, а буковки все равно маленькие, да, потому что меряют не по ним, в общем, а по вот этой вот самой строке. Это вот такая важная вещь. Кроме этого, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что у нас есть несколько еще терминов, которые довольно часто в нашей жизни используются, да, есть такое слово, называется интерлинияж. Интерлинияж – это расстояние между строками, да, от слова line, да, и между ними, соответственно, этот интерлинияж тоже устанавливается между строками, и обычно по умолчанию, вот в орде, например, да, если у вас высота строки 12 пунктов, то имеется в виду, что автоматически, да, интерлинияж устанавливается, например, в 14,4 пункта, может, обращали когда-нибудь внимание. Это для того, чтобы, если у вас есть две строки, которые рядышком, да, вот одна под другой, чтобы одна строка не наползла на другую, да, то есть вот это вот маленькое расстояние крошечное, да, чуть больше, чем высота шрифта, нужна для того, чтобы даже если здесь вот в этом месте встретиться, да, вот буква тоже опять высокая, чтобы она немножечко не доставала, да, вот до вот этой вот буквки, но чтобы чисто визуально они не сливались, поэтому есть такая вот хитрая, да, вот установки интервала между строками. Еще есть такое слово, вот про которое я вот считаю очень важным сказать, слово, которое называется кернинг. Кернинг – это индивидуальное расстояние между символами. Часто его еще называют, это слово кернинг пар, он прямо так называется, пар в смысле пар букв. Для каждой пары букв в хорошем шрифте используется свой отдельный кернинг, свое отдельное вот это вот расстояние между символами. Я вам сейчас покажу, и вы поймете, о чем идет речь. Вот смотрите, обычно, когда мы с вами пишем буковки, да, мы, у нас получается вот такая истерия, история. Значит, вот одна буква, вот вторая буква, да, вот третья буква, допустим, ну, и вот четвертая. Ну, понятно, что я пишу в фотошопе мышкой так по-простому. Ну, вот у нас получилось четыре буковки, да. И вроде бы все нормально написано, но я хочу обратить ваше внимание, вот на что я даже не поленюсь красный цвет, вы видели для этого, да. Я хочу обратить ваше внимание на то, что здесь между всеми буквами разные расстояния. Присмотритесь. Между Г и М вот такое вот расстояние, видите. Между М и У оно вот такусенькое, правда? А между А и У, да, оно вообще отсутствует, видите. Оно как бы отрицательное расстояние, то есть они наползают друг на друга. Вот это и есть керлинг, то есть рассчитываемый для каждых двух букв в языке. Представляете, какая трудолюбивая вот эта вот должна быть деятельность по созданию шрифта. Это действительно реально в файл шрифта описывается вот это, как это все будет выглядеть. Потому что если мы с вами будем действовать без этого керлинга, я вам просто могу написать вот тот же самый текст, да, и вы увидите просто, насколько это ужасно смотрится. Вот мы пишем букву А, например, да, через равное расстояние, там, через какое-то вот такое небольшое, пишем вот отсюда букву У, да. Ну, я думаю, вы уже сразу понимаете, да, в чем здесь загвоздка. Через такое же, да, вот расстояние примерно отсюда, от У. Да, этой буквы мы пишем мы, допустим. И если через такое же расстояние мы еще напишем, да, еще вот эту букву, то у нас получится вот так. Понятно, да, в чем проблема? Одни между ними оказываются вот такущие, а другие прямо оказываются очень плотные. Хотя вроде бы формально, да, мы сделали все правильно и по-честному, да, честно отмерили. Это вот такая вещь, на которую тоже приходится обращать внимание. Повторю, что в хороших шрифтах это всегда очень аккуратно вычисляется. Я давний, как сказать, критик метрополитена, потому что в метро со шрифтами вообще, не только со шрифтами, но вообще с дизайном. Беда чудовищная совершенно. И я даже, когда езжу в метро, иногда в Инстаграме, Инстаграм свой фотографирую какие-то надписи, в которых безобразный вот этот вот самый керник встречается. Вот. И в частности там в метро крестьянская застава, там если присмотреться, там буквы сделаны себе кошмарно совершенно. Вот, друзья, вот такая вот история со шрифтами. И, как мне кажется, мы изловчились, обсудили те вопросы, которые для многих являются актуальными. Если что-нибудь еще осталось, если какие-то вопросы остались, то, соответственно, можно спрашивать. Если вопросы возникнут через какое-то время, то, понятное дело, можно писать. Ага. Это просто существует или какая-нибудь волшебная программа, которую можно все объявить, чтобы они не читались. Нет. А как, чтобы они не читались? Если в шрифте в самом нету русских символов. Нет. Ну, допустим, у меня же вам программа ТТФ и ОТФ. Но ТТФ уже так, у меня не слышно, не понятно, как это. Да, это совершенно непонятно. Хотя бы их объединить каким-то образом. Нет. А что значит объединить? Это какой-нибудь драйвер, заканчиватель программы. Нет. Нет. Это там драйвера нет, потому что каждый файл – это просто, ну, как книжка, да, в которой на каждой странице, грубо говоря, по буковке. Если в ней отсутствуют русские буковки, как его туда пихнешь-то? Я почему бы спросил, потому что я периодически беру следующее. Скачиваю патч этих, ну, пак, наверное, этих шрифтов. Да. И внутри, не только шрифты, внутри какие-то программы стоят. Которые открываются, а там просто программный код, и все. Ну... И, кстати, их слышно, ко мне нету. Ну, так. А как вы определять, что это программа? Ну, подсвечивает, видит что-то. А, и здесь, кстати, последний раз тоже. Но он почему-то не пошел. Ох, вы рисковый человек. Посторонние экзешники открываются. Ну, переславить не душу. Ох, вы не ленивый человек. Ну, нет, ну, я бы, конечно, не стал. Там, знаете, что может быть? Вот что мне иногда такое попадалось. Что, во-первых, это бывают какие-то просмотрщики. Бывают самораспаковывающиеся архивы. Понимаете, точнее трудно сказать, что это значит. Нет, я работаю в Короле, или буду работать там, например, в Королзар. Да. Здесь ли какие-нибудь программки, поддерживающие распознавание вот этих всех? Нет, конечно, нет. Да, к сожалению, да. Так, Елена спрашивает по шрифтам и каллиграфии. Елена, у меня есть курс, который называется «Дизайн рекламы. Второй уровень». Вообще он изначально, я его задумывал, и он, собственно, и есть фактически курс, который называется «Полиграфический дизайн». И там одно из занятий прямо-таки посвящено шрифтам, Толя шрифтам. А второе занятие даже для особенных таких эстетов, оно посвящено каллиграфии. То есть там реально мы садимся от руки и пишем буквки разные. Я объясняю, что такое восточная каллиграфия, где иероглифы рисуют, там арабская каллиграфия. Ну, то есть такая тема, ну, насколько хватает моих сил, я ее пропагандирую. Ну, кроме того, я иногда сам устраиваю всякие мастер-классы там с дружественными какими-то магазинами, которые торгуют там всякими перьями по шрифтам и по каллиграфии. Ну, что называется, следите за мной, добавляйтесь там в ВКонтакте. В специалисты, конечно, естественно, я тоже был как сейчас, да, там я провожу какие-то эту тему занятия. Вот. Александр, если расширение ОТФ, но шрифт не устанавливается, почему это ошибка самого файла? Да, я думаю, это ошибка прямо самого файла, потому что если он ОТФ родной, корректный, естественно, он должен установиться. Понимаете, по интернету бродит невероятное количество обрывков, обломков и неудачных проб пера начинающих дизайнеров. Я грешным делом, сам такой, когда-то был молодой, брал какой-то там шрифт, да, в качестве основы, и в него там вкрябывал какие-то другие символы, старое заменял, гордо его там именовал там Красновский, допустим, да, и отправлял куда-то там, выкладывал какие-то файлы обменники и наслаждался ощущением, что где-то в интернете живет шрифт моего имени. Хотя он был чудовищный, он не открывался, и поэтому, к сожалению, этого добра очень много, сколько людей, да, столько, собственно, и вариантов шрифтов. Анна говорит, о чем вы говорите про шрифты в метро? Сейчас с грамматическими ошибками объявление пишут. Да, ну, запятаем, ну, это уж, да, вопрос о грамматике, к сожалению, да, с этим тоже все очень печально. К сожалению, да, согласен Анна. Вот, ну что, друзья, если, да, еще. А если какой-нибудь ресурс более-менее непонятно, что это все, конечно, в небитом виде. Ну, в небитом виде это все, во-первых, вам никто не гарантирует. Вам же не будут эту фразу писать для всех шрифтов по очереди, да. Есть более-менее... Ну, правильно, так это в самой системе оно существует. Ну, вот, то есть вы сами ответили на свой вопрос. То есть степень, так сказать, небитости, да, она определяется легко. Нет, нет. У меня свой набор, который я лет 15 назад сделал, и просто потом обновил эти вот УТФ. То есть старый TrueType просто преобразовал в УТФ. А как это делали? Нет, ну, это я не сам, это я искал через программу. То есть сам вручную это не сделаешь. Потому что там разные... Какая программа? Фантографер, например. Фантографер, да, есть такая программа. То есть переработать в УТФ переработать? Да, но переработать это неделя работы, учтите. А, ну да, вы же человек неленивый. Нет, это еще кто. Нет, ну это очень много, конечно, да. Но это объемы работы большие. Ну, то есть это можно сделать просто трудоемко. Да, да. Ну что, уважаемые участники нашего мероприятия. Собственно, я все рассказал, что хотел. Да, у меня, собственно, вот есть такая вот еще картинка вам напоследочек. Значит, еще раз повторю. Да, я есть ВКонтакте, в Фейсбуке. Понятно, что и специалистские есть группы. ВКонтакте, в Фейсбуке приходите заниматься, сигнальте, спрашивайте. Всегда рад пообщаться на волнующие всех нас темы. Всем тогда всего доброго. На здоровье, Анна. Мне тоже было интересно поболтать на интересную тему. На здоровье, Григорий. Всем всего доброго, счастливо и успехов.